друзья всем привет с вами энди вакс и сегодня мы будем с вами говорить про кондиционеры но не простые а золотые то есть кондиционеры питания которое обеспечивают нам сигналы без помех без наводок я с этим столкнулся совершенно недавно поменял свой интерфейс на rme fairface ufx 2 это на данный момент в топовый интерфейс от rme и видимо из-за того что он более чувствительный на некоторых своих микрофонах я услышал явный такой шум похоже на наводки от сети что же делать ну друзья мне посоветовали то к чему я если честно не был готов потому что у меня во первых используется мощный ups во вторых используется самодельное устройство которое фильтрует помехи но тем не менее как показала практика эти устройства мне от помех избавиться не помогли поэтому ребята из real music пришли на помощь и дали мне на тест несколько устройств о которых мы сегодня и будем говорить во первых это компания фурман и устройство попроще и это у нас компания арт и их топовый кондиционер ps4 на 4 то есть по факту мы имеем сегодня на тесте топовое устройство от компании арт и одно из самых дешевых устройств от компании фурман стоимость устройств где-то 170 и 340 долларов соответственно то есть разница в цене в два раза ну а топовость разница в 10 раз давайте сегодня поговорим и разберемся с точки зрения моей непрофессионала в этих вопросах что эти устройства нам дадут что они нам предлагают и то у меня останется в реке поехали итак начнем с устройства от компании арт обратите внимание что пока мы не включим клавишу питания питание на задние разъемы у нас подаваться не будет питание будет подаваться только на передний разъем включаем питание и видим довольно таки крутой дизайн здесь нас отображается напряжение здесь нас отображается ток потребляемый всеми нашими устройствами и к слову все что мне в студии есть потребляет порядка двух ампер здесь нас включение освещения вот такой регулятор плавно работающий он включается сзади подсоединяется лампа также вот здесь у нас выдвигаются лампы которыми можем подсвечивать рек и судя по отзывам на форумах у некоторых где-то по истечению года эти лампы выходят из строя выбирают что в принципе не удивительно на самом-то деле давайте разбираться чем фурман отличается вот от этого топового решения от арт и вот он фурман сразу бросается в глаза размер в полтора раза больше вес в полтора раза больше что касается нагрева нагрев абсолютно такой же при нагрузке в 2 ампера он ну практически не чувствуется также сразу бросается в глаза то что здесь на передней панели как видите нет плавной регулировки освещения есть дискретный тумблер также кнопки включения как таковой нет и когда мы подключаем устройство через этот кондиционер здесь на задней панели две обычная мама и несколько power con разъемов которые на самом деле очень удобно особенно в концертной работе когда мы можем подключить и эти разъемы они так как обычные вилки случайно не будут вытащены а такое лично в моей практике концертной случалось когда половина сетапа просто выходила из строя также обратите внимание на такой момент интересного первых кабель питания очень толстый он мертво просто намертво в прибор встроен длина кабеля порядка трех метров но на самом деле как по мне для студии на работа это минус потому что иногда вот хочется прибор включить в какое-то в другое место цепи питания и из-за того что здесь встроен намертво кабель это не очень гибкая система на самом деле кнопки питания здесь как таковой нет это вообще прикол все кто видит этот прибор вот видите ключик золотой в положении of он сейчас находится положение он включаем и обратите внимание задержкой подается питание на наши вот эти три power con разъема на самом деле мне эта функция абсолютно не нужна но многих кто видит как это все работает весь этот процесс вводит какое-то благоговение и вот этот вот ключ зажигания кстати тоже на самом деле расположение кнопки питания на приборе от арт она с одной стороны удобно с другой стороны во включенном состоянии мы включаем вверх эту кнопку и если мы случайно проведем рукой или туловищем по прибору то у нас выключится и на самом деле вот такие вот мелочи они отличают топовые решения вот скажем так не очень дорогих вот минусы все дело в мелочах к слову сказать в рме вот этот момент он как раз правильный в нижнем положении у нас интерфейс включается ну что ж друзья два устройства которые выполняют одинаковые функции немножко отличаются по функциональности отличаются по типам подключения супер топовом устройстве от арт присутствует очень классное отображение тока очень классное отображение текущего напряжения в сети здесь этого ничего нет и с другой стороны устройство от форма но видно что она для профессионалов сделано также вот я не упомянул один момент в одном из положений под названием рэм что означает рим от это устройство может связки в цепочке работать и управляться удаленно в общем сразу видно что устройство направлено на такую профессиональную деятельность мне кажется больше она заточена под концертную деятельность что касается студийной деятельности мне кажется большинству из нас подойдет вот такое вот решение от арт пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу возможно я как профан как непрофессионал в этих вопросах которые касаются радиолюбительства электроники я что-то мог упустить поэтому пишите 15 и 16 ампер у арта и фурмана поддерживаемый ток собственно ну разница практически и и нет пишите чтобы вы хотели увидеть в моем рэке я пока еще не определился устройство по факту работают одинаково огромное спасибо друзьям из real music которые сделали это видео возможным и дали на тесты два этих замечательных прибора впереди нас ожидают много интересных тестов железо в частности микрофонов будет разговор про rme интерфейсы про тотал микс fx подписывайтесь на канал подписывайтесь и жду вас на спонтанных стримах каждую неделю во вторник или в четверг как получится огромное спасибо друзья за донаты и до новых миксов миксов